Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на канале Душевной Истории Жизни. Желаем вам приятного прослушивания. Александр Фомин был человеком, замечательным во всех отношениях. Работящий, отзывчивый и добрый. Он был тем, кого всегда рады встретить на улице и перекинуться парой слов. Саша был в отличных отношениях с друзьями и коллегами, а уж отца и мужа лучше него было не найти. Он и поддержит, и пошутит, когда надо, и гвоздь в стену вобьет. Но, как часто бывает с хорошими людьми, случаются поистине плохие вещи. Вот и на долю Фомина выпало лихо. Однажды мужчина слег с пневмонией, а когда болезнь, казалось, миновала, Александр вновь начал испытывать недомогание. Мужчину стали мучить приступы отдышки, которые появлялись даже после минимальной нагрузки. Фомин ходил пугающе бледный, усталый, сам не свой. Однако к врачу Александр не шел с упорством ребенка, который боится уколов. «Тебе бы врачу показаться провериться», – предложила супруга Екатерина. «Все-таки мы уже не подростки, Саш, за здоровьем надо следить». За плечами Александра уже было полвека счастливой жизни. Мужчина был маложавым, до сей поры на здоровье не жаловался, да и всегда вел активный образ жизни. Так что новые реалии выбивали его из колеи. «Да не переживай, думаю, все это последствия болезни. Само скоро пройдет. Ты же знаешь, что мне, как на собаке, болячки заживают». С усмешкой отмахивался мужчина от супруги. Однако время шло, а лучше Александру не становилось. Появились отеки, отдышка стала сопровождать едва ли не каждый шаг мужчины, да еще и в груди стало тревожно покалывать. Глядя на то, как мучается муж, Катя совсем забеспокоилась и решительно заявила, бросая в сумку необходимые документы. «Ну что ты ждешь, пока тебя к врачу на скорой повезут или вперед ногами из дома вынесут? Собирайся, поедем к терапевту». Против настойчивой супруги мужчина пойти не смог. И с того дня все завертелось в веренице медицинских кабинетов, осмотров, процедур и анализов. Сначала терапевт, покачав головой, отправил мужчину к кардиологу. Там в результате исследований обнаружилось, что у Саши миокардит перерос в тяжелейшую сердечную недостаточность. При этом болезнь стремительно прогрессировала. После очередного обследования пациента врач вынес вердикт. «Вам поможет лишь одно – трансплантация сердца». «Но как?» – был поражен Фомин. «Я же всегда вел здоровый образ жизни. Что случилось?» «От таких последствий не застрахованы даже молодые и здоровые люди. К сожалению», – пояснил врач. «Это последствия перенесенной инфекции и привычки болеть на ногах». «Сколько же я донорское сердце буду ждать, доктор?» – растерялся мужчина, постепенно понимая, что не так уж и много времени осталось мотору в его груди. «Неужели нет иного выхода?» «Может лекарство?» «Вам поможет либо пересадка, либо чудо», – развел руками врач. «Но я не фокусник, я кардиохирург. Так что помогу, чем смогу». Мужчину занесли в лист ожидания, которая растянулась на долгие-долгие месяцы. Кажется, что для человека 10 месяцев жизни – это капля в море. Да только не в том случае, когда в твоей груди бьется бомба, которая в любой момент может подвести и прервать твою жизнь. Каждый день Александр жил надеждой, что вот сегодня ему позвонят и скажут, что нашли донорский орган. Ведь Фомин был абсолютно не готов прощаться с этой жизнью. Слишком много теплых и добрых слов он не сказал любимой жене, сыну Руслану. А тем более он не мог проститься с внуком, которому только-только исполнился год. Парнишка едва научился, но еще даже не называл его дедом. А Саше так хотелось услышать детский лепет долгожданного внучка. Да, Александр даже на пенсию выйти не успел. А ведь были такие планы. Хотелось провести старость с удочкой у озера, ходить за грибами в лес и в походы. Можно было проводить больше времени на даче, а по вечерам заниматься созданием изделий из древесины, что он так любил. Только день сменялся днем, а звонка из больницы не было, как и донора. Так и надежда гасла внутри Александра. Остался от нее один тлеющий огонек, когда, наконец, пришла счастливая весть. Донорский орган найден. Счастье накрыло всю семью. Жена сразу отвезла Сашу в больницу, пытаясь скрыть волнение за супруга. Однако сам мужчина не переживал. Он чувствовал, что все пройдет удачно, да и терять ему было особо нечего. Предчувствие Александра не обмануло, операция длилась семь часов и прошла без осложнений. Мужчина проснулся уже с новым сердцем, здоровым и полным сил. Орган исправно работал в его груди. Дни после операции были тяжелыми, он словно заново учился жить. Выписали мужчину через три недели, а затем он еще месяц был на реабилитации дома. Саша сначала даже не мог обнять супругу, потому что нельзя было допустить малейшего риска попадания инфекции. Однако с каждым днем состояние Фомина становилось все лучше, а вскоре болезнь и страх оставить эту жизнь казались чем-то далеким из другой жизни. Впрочем, новую жизнь он и начинал, ведь в груди билось новое сердце. Минуло три месяца с операции. Саша чувствовал себя прекрасно. Летним вечером он читал книгу в гостиной, а Катя гладила белье, поглядывая в экран телевизора. Александр, долго мучившийся одним и тем же вопросом, понял, что читает одну страницу детектива уже пятый раз, отвлекаясь на навязчивые мысли. Тогда он отложил книгу и решил поговорить с супругой. Катюш, позвал он жену, отвлекая от просмотра передачи. «Знаешь, я с самого первого дня, как мне пересадили сердце, решил, что хочу съездить к семье своего донора, поблагодарить их, сказать, насколько я признателен за шанс, который подарил мне их родственник». Катерина замерла, оставив утюг на рубашке. Затем встрепенулась и убрала его от греха подальше, да и от одежды. «Думаешь, это хорошая идея, Саш?» Задумчиво глянула она на супруга. «Да и потом, откуда ты узнаешь имя донора? Врачи не имеют права разглашать такую информацию. Это запрещено законом». «Да я знаю, но хочу хотя бы попитаться», настоял на своем супруг. «Понимаешь, я чувствую, что должен их найти. Мне это нужно». «Ну что ж, пожалуй, плечами супруга, раз ты считаешь, что так надо, то я тебя поддержу. Давай попробуем что-нибудь узнать». Найти нужную информацию оказалось не так уж и сложно, правда, влетело Фоминым в копеечку. Но Александр не жалел потраченных денег. Главное, что теперь у него был имя и адрес, по которому проживал когда-то его донор. Звали его Петр Михайлович Лавров. «Спасибо, Петр», – произнес тогда Саша дрогнувшим голосом. «Бег не забуду. За двоих жизнь проживу». Не откладывая задуманное в дальний ящик, Александр собрал необходимые вещи и двинулся в путь. Навигатор привел Фомина в поселок, а оттуда уже люди дорогу показали. Оказалось, что дом Петра находился в дачном сообществе, что расположился у леса. Только когда приехал мужчина на место, растерялся. Дом выглядел заброшенным, как и поросший травой участок. Ворота низкого забора были не заперты, так что мужчина собрался было войти на поросшие тропинки к дому, как его окликнул женский голос. «Здравствуйте. Мужчина, вы кого ищете?» Саша повернулся на него, и из-за забора напротив с подозрением глядела женщина. Мужчина кивнул в сторону дома. «Да хозяев дома ищу». «Никого вы не найдете», покачала она головой. «Никто тут давно уже не живет. Петр, царствие небесное, помер. Он мне соседом был лет десять, как я здесь поселилась. А родственников у него то ли нет, то ли им дела нет до дома. Так и осталось тут все стоять, как при хозяине было. А вы, Петя, кем будете-то?» «Я?» Мужчина замялся на миг. Он не хотел врать, но и объясняться с незнакомой женщиной, рассказывая всю сложную историю своей жизни. Тоже желания особого не было. «Я его старый друг», пояснил мужчина. «Эх, друг, опоздал ты!» Качнула головой незнакомка, выходя из-за забора, и бодро шагая навстречу к мужчине. «Да пойдем, проведу, если хочешь». Дом у Петьки не закрыт. Так и стоит нараспашку. Вот я и смотрю иногда, шугаю всяких бродяжек прочь. Знаешь, мало ли кто подойдет. Правда, все равно не углядела, кое-что дорастащили окаянные. Пока они шли к дому, женщина представилась Светланой, да рассказала Саше про Петра. Дверь дома со скрипом распахнулась, и когда Александр прошел внутрь, то ощутил легкий испуг, приметив слабое копошение в углу. Присмотревшись, мужчина понял, что в тени лежит собака. Пес был в плачевном состоянии, весь исхудавший, поникший, с потухшим взглядом. Казалось, что вот-вот его душа отойдет в мир иной, и собака побежит по радуге. «А что с собакой? Это Петина?» спросил Саша, с жалостью глядя на животное. «Да, его собака, Джеком назвал», подтвердила всезнающая соседка. Петя еще щенком Джека у какой-то шпаны местной отобрал. Они ему то ли банки консервные к хвосту прикручивали, то ли в краске беднягу обмазали, я уж и не помню. Но с тех пор они неразлучны были. Света тяжело вздохнула и добавила, удрученно покачав головой. «Да, собака все-таки самое преданное существо на планете. Джек, глядишь за хозяином, собрался убязаться. Сначала он, бедный, все бегал, тут дождал, что Петька вернется. Каждым встречным искал хозяина, бежал навстречу. А как увидит, что это не Петька идет, так скулить начинает, аж сердце щемило. Мы его жалели, подкармливали, конечно. Да только недавно Джек словно понял, что никто к нему больше не вернется. Тогда он стал от еды отказываться. Сейчас никого к себе не подпускают, мы уж и мясо ему приносили, и всякие другие лакомства. Да все без толку». У Александра аж сердце закололо от жалости. То самое сердце, что принадлежало когда-то хозяину этой преданной дворняшки. Собака была непородистой, но красивой, если не смотреть на ребра, торчащие из-под кожи. Потускневшая шерсть была белой, зато хвост, нос и одно ухо черное. Глаза ее теплого коричневого оттенка казались Саше очень добрыми. «Эй, Джек!» Позвал Александр, присев на корточке. «Джек, привет!» Ослабевшая собака, заметив гостей, подняла голову и слабо заскулила. Но затем ее уши встали торчком. Словно она к чему-то прислушивалась, да и нос она подняла повыше, вдыхая запах людей. Через мгновение ее черный хвост пришел в движение, пес завилял им резво, из последних сил демонстрируя свою радость. А затем на глазах у изумленной соседки животное нашло в себе силы и поднялось, чтобы пойти навстречу мужчине. Саша осторожно погладил пса по голове, тормоша уши. Джек благодарно ткнулся мордой в его руку, доверчиво прикрывая глаза. «А у вас еды не будет?» спросил Фомин женщину. «Я попробую его покормить». «Что?» «Ой, да, конечно, конечно, сейчас принесу что-нибудь». Тут же засуетилась Света. «Лучше бы не жирного мяса». Бросил в доконку мужчина, вблизи еще сильнее замечая, как истощало животное. Он боялся, что плохая еда сможет лишь ему навредить. Женщина кивнула на ходу, убегая из дома, а спустя несколько минут Света, уха и ахая наблюдала, как собака ест из рук Александра, принесенной соседкой угощения. «Поверить не могу». В который раз всплескивала она руками и радостно улыбалась. «А ведь мы что только не пробовали, вот честное слово. Джек ни в какую не ел, ни паштеты, ни мяса, ни косточки». Саша же гладил собаку по холке, уже понимая, что уедет он из этого дома не один. Может, именно поэтому и вело его сердце сюда, в этот поселок, чтобы спасти хотя бы эту наивную душу животного, раз уж ее хозяин спас его самого. «Вы знаете, я Джека домой заберу, там выхожу и его врачам покажу», решительно заявил Саша. «Думаю, Петя был бы счастлив знать, что и об его друге кто-то позаботился», закивала одобрительно соседка. «Ну что же, Джек, поедешь со мной?» спросил он пса веселым, добрым тоном. Собака лишь вновь вткнулась мокрым носом в руку нового хозяина. Когда они все вышли из дома, мужчина попрощался с соседкой и повел Джека к машине. Однако, едва они вышли на дорогу, как пес двинулся в другую сторону. «Эй, Джек, ты куда?» позвал его Александр. «Поехали домой, мальчик». Только пес не громко, но категорично гавкнул и пошел своей дорогой. Пройдя еще пару метров, он обернулся на Фомина и вновь залаял. Затем Джек закрутился вокруг себя в нетерпении, словно не понимая, почему мужчина за ним не идет. «Ты меня с собой зовешь?» догадался Саша и в нерешительности, глянув на машину, все-таки решил пойти за собакой. Так дворняжка и бежала впереди, постоянно оглядываясь и проверяя, не отстал ли новый хозяин, идет ли следом. «Да иду я, иду!» засмеялся Саша, когда Джек в очередной раз с подозрением глянул в его сторону. Собака и человек прошли всю дорогу, пока домики с участками не закончились. А там оказалось то, чего мужчина никак не ожидал увидеть. Кладбище. Александр даже испугался, не каждый день тебя собака приводит к могилам. Однако, собрав боли в кулак, он уверенно продолжал двигаться за животным. Он уже догадался, что именно увидит. Собака же бежала по дорожкам между надгробиями, пока не добралась до относительно свежей могилы. На надгробии было то самое имя, что Фомин не так давно узнал от врача. Лавров Петр Михайлович. Из могилы торчал деревянный восьмиконечный крест, а внизу был портрет усопшего. С цветного снимка, обрамленного в коричневую рамку, улыбался брюнет с темными глазами. Так Саша впервые увидел лицо человека, что позволило ему продлить свою жизнь. Так вот, с кем ты хотел меня познакомить, погладил Сашу Джека. Или ты попрощаться пришел? Собака вместо ответа села перед крестом, уставившись на фотографию бывшего хозяина. Александр последовал его примеру и присел тут же. Он сказал Петру все, о чем думал в последние месяцы. Его же и поблагодарил за то, что все еще может общаться с сыном и невесткой, видеть, как растет его внук за то, что может обнимать и целовать жену. О друге твоем я позабочусь, можешь быть уверен, пообещал Саша Петру напоследок. Спасибо тебе за все, Петр. Огромное тебе спасибо. Александр не знал, сколько они так сидели рядом с Джеком, думая каждый о своем, но оба об одном и том же человеке. Человеке, что сделал так много и для маленького беззащитного щенка и совершенно незнакомого ему мужчины. Позже они встали и вместе направились к машине. Джек послушно уселся в салон, уютно устроившись на заднем сидении, словно всю жизнь здесь и ездил. Дома мужчина рассказал жене всю историю и Катя без лишних вопросов приняла нового хвостатого члена их семьи. Катя отвезла его к ветеринару, затем они откормили собаку, одарили Джека любовью и заботой. И уже очень скоро Джек окреп, теперь он вновь был бодр и весел. По вечерам, когда Александр и Джек выходили на прогулку в парк, мужчина садился на лавочку и позволял собаке резвиться в траве, гоняя голубей уток. Он наблюдал за счастливым псом и на его лице тоже расцветала улыбка. В такие моменты на сердце его было тепло-тепло, а на душе легко и спокойно. И пусть Фомин и сам искренне полюбил своего четвероногого друга, он верил, что в его сердце осталась частичка чувств предыдущего хозяина. Ведь не зря сердце привело его к Джеку. Благодарю вас за внимание и до новых